Добрый день, уважаемые зрители! Давайте поговорим на эту тему, которую я ранее анонсировал. Архитекторы и отраслевые знания. Давайте сразу выделим. Есть, как мы с вами знаем, solution-архитекторы, есть enterprise-архитекторы, есть технологические архитекторы. И давайте определимся, что такое отраслевое знание. Ну, допустим, знания, как льют металл, знания, как изготавливают металлоконструкции, знания, как делают стравоматериалы, знания, как строят дома. Ну, то есть, это soft skills, сюда не входящие. Да, это hard skills именно по какой-то профессии. Вопрос. Нужно ли архитектору иметь эти знания? Ответ будет состоять из трех частей. Ну, пускай из трех. Ну, первое. Я снимаю, открываю, ну, я многократно рассказывал, да, о моей позиции в плане рынка труда. Да, есть, как бы, некие такие требования рынка труда, и я их не могу никогда отбрасывать, я к ним отношусь вполне серьезно. Если мы откроем с вами HeadHunter, да, то обнаружим в куче вакансий, например, знания банковской сферы, знания строительной сферы, знания какой-то сферы. Для, в том числе, IT-архитектора, для solution-архитектора. То есть, рынок такие знания ожидает у соискателя на эти должности. Это раз. Два. Приходится сталкиваться вот с какой позицией. А зачем мне все это знать? Есть же эксперты, там, предметники, да? Они мне все это расскажут. Хорошо. Вот вы разговариваете с предметником по строительству. Он говорит, мы вот там замешиваем фазовый цемент, и вот туда клеим. Ну, и что-то подобное. Вы даже не понимаете, что он говорит. Он пытается упроститься, потому что вы ему это говорите. Пока он пытается упроститься, но здесь обратите, пожалуйста, внимание. Он упрощаясь, упрощает только попытку вам рассказать, отбрасывая различные важнейшие аспекты. Самая ситуация, которую вы должны цифрофизировать, будучи как бы либо IT-архитектором этой компании, либо там solution-архитектором, который проектирует какое-то приложение для этой компании. Давайте две возьмем. Окей, техническому архитектору, это все, может, не нужно. Солюшен, который строит какое-то здание, как программу, и IT-архитектор, это Enterprise, который, ну, как архитектор города этих программ. В любом случае, технические архитекторы пусть останутся за бортом, им пускай это не нужно. В любом случае, да, абсолютно в любом случае, он все это отбрасывает, отбрасывает, вполне возможно, что-то и неважное, но нередко и чаще всего, что отбрасывается важное и упрощается до тех пор, пока вы, как человек, ничего не понимающий в этой отрасли, начинаете это понимать. Вот только он упрощает модель. Мы с вами разбирали принципы моделирования. То есть, его рассказ – это некая такая примитивизированная модель. И в процессе… То есть, что такое модель работоспособная? То есть, она сохраняет важнейшие, ну, качества, да? Такие свойства исходного объекта или явления. То есть, он допрощался до того, что вы пытаетесь его, то, что он вам рассказал в самом упрощенном виде, вроде бы, как вы это поняли, цифровизировать, и ваш проект проваливается. Почему? Потому что кучу важнейших факторов, которые вы не поняли, он отбросил, пока вам объяснял. И это ответ на вот вопрос, который там возникает. Нужны ли они? Да не просто нужны. Они необходимы элементарно для того, чтобы понимать то, о чем говорят предметники. Я знаю, что то, что я сейчас говорю, многим архитекторам там, особенно с Алюшином, большому IT не понравится. Но архитектор 1С, который не имеет отраслевых знаний, это что-то пародийное. Когда я автоматизировал агрохолдинг, я открывал учебник, в котором было свиноводство, зерноводство. А когда я автоматизировал завод железобетонных конструкций, открывал тематический учебник. Я не говорю, что вы должны получить образование металлурга, нефтяника, строителя, дай бог знает еще кого. Но открыть базовые учебники, почитать введение, постараться разобраться, вы не просто должны, вы обязаны. Никакого другого способа обеспечить базовую, не то, что продвинут, а базовую эффективность работы, как высокоуровневого IT-архитектора, именуемого интерпрайсом, так и операционного архитектора, архитектора здания отдельного приложения, solution-архитектора, то самого архитектора 1С, не существует. Вот просто не существует. Это программист может знать свой стэк технологии и никогда не задумываться, потому что он получает техническое задание от аналитика, который создает его в рамках глобальной модели архитектора, согласовав с ним. Это программист пишет код. Его основная задача писать его в соответствии с стандартом, качественной и так далее. Но, бог мой, как может быть архитектор здания, если он вообще не озаботился пониманием того, где это здание находится, как это здание, для чего это здание, с какой целью это здание, а какие рядом есть источники стройматериалов, а что, давайте заложим в проект построенный зданием мрамора, а ничего, что ближайший мрамор находится в 4500 километрах, что увеличивает стоимость строительства этого здания примерно в 30 раз. Ну, я же архитектор, зачем мне это нужно? Оригинально. То есть архитектор опять методично ползет в сторону башни Слоновой Кости. А местами мне уже кажется, что не башни Слоновой Кости, а некого такого мистического летающего замка, потому что башня Слоновой Кости, она все равно по-прежнему стоит опорой на земле. Хоть как-то. А это какой-то мистический замок, он непонятно из чего, архитектор в нем летает, время от времени пытается, как божественная сущность, оттуда что-то сообщить, некое такое прорисание. И команда такая... Так, а теперь возвращаемся к работе. А что вы хотели? Чтобы они вот это вот все как-то превратили в реальную практику? Человек не просто оторван от команды или от земли, он вообще оторван от реальности. Вы от такого архитектора можете получить модель перехода на новые семь языков в систему. Зачем, чего, куда, для чего? Он не знает ни предметной области, ни практики, ничего. А как может взяться знание практики, если он не знает предметной области? Как можно создать приложение для автоматизации, учета, выращивания стад крупного рогатого скота, если ты не знаешь, чем крупный рогатый скот с точки зрения предметной модели, того же самого Domain Driving Design, если уж так, свойства атрибутов, отличается от свиней? Или, может быть, для них обоих подходит одно приложение? Вот вы приходите в агрохолдинг, а там коровы, козы, свиньи, а стада по 10 тысяч голов. Что? Нужно писать три приложения, нужно писать три отдельных приложения, нужно одно общее, они могут в одну и ту же, собственно, модель лечь, да, по ДДД. Или не могут, или бог с ним, с ДДД, они могут быть в одной, в двух, в трех. Если вы не знаете разницы, если вы не знаете ни их, ни разницы, ну, соответственно, вы не знаете и разницы, как можно знать разницу, если не знаешь, собственно, предметы. Это все равно, что я задам сейчас вам вопрос, чем отличается скеметар от палаша. Ну, вы не знаете ни скеметара, ни палаша. Если не пойдете, конечно, в губу. Ну, вот и все. Вывод простой. Архитектор не может выполнять свою работу, вот сколько бы то эффективно, если он считает, что отраслевые знания – это то, что ему не нужно, а он и он находится выше них. Спасибо за внимание.